Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи появятся два бесплатных диагностических центра. Об этом стало известно на планерном совещании главы курорта. Темпы строительства социальных объектов в Сочи стараются не снижать. Что возводят сегодня, мы узнали из первых уст. С квадрата на широкий экран. Телекомпания ФКТ перешла на новый формат вещания. Тараканы и кузнечики на набережной в Сочи. Артисты цирка Дюсалей вышли на прогулку, как говорится, при полном параде. Константин Федоренко назначен министром труда и социального развития Кубани. Соответствующее распоряжение сегодня подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Для региона Константин Федоренко человек не новый и начинал работу на различных должностях в администрации Белореченского района. Пять лет работал в Министерстве образования и науки. А с прошлого года исполнял обязанности министра образования края. В 2014 году он награжден медалью второй степени за выдающийся вклад в развитие Кубани. Последнее предупреждение губернатор потребовал от сетевых компаний, поставляющих электричество, заняться модернизацией собственной инфраструктуры. Вениамин Кондратьев остался недоволен недавними отключениями, которые накрыли весь регион. У себя он собрал руководителей крупнейших энергоснабжающих предприятий. О чем шел разговор, знают наши краснодарские коллеги. Хорошо, что есть газ, газовая поверхность. Мы можем себе приготовить еду, закипятить воду, если она, конечно, есть. Потому что когда вода, отключается электроэнергия, у нас отключается вода, отключается котел, нет тепла. Ужин при свечах в доме Елены Калашниковой устраивают не ради романтики. Это вынужденная необходимость. Постоянные перебои с электричеством в жилом районе Новознаменске в Краснодаре научили семью подстраиваться под обстоятельства. Летом все окна нараспашку, так как не работают кондиционеры, а зимой, с учетом электрического котла, посиделки у камина становятся единственной возможностью согреться. Свет здесь отключают чуть ли не каждый день. Энергетики на все жалобы разводят руками. Не хватает мощности. Дождь, ветер, солнце не имеет значения. Отключаются они постоянно у нас. Есть еще плановые отключения, которые очень часто почему-то происходят у них в плановые мероприятия. Тогда отключают нас на целый день, начиная с 9 утра и заканчивая 6 часами вечера. Это происходит все эти 14 лет. Мы живем без электричества, как на похороховой бочке. Когда оно отключится, когда оно включится, никто не знает. Внятного ответа на этот вопрос не смогли дать и сами энергоснабжающие предприятия. С руководителями крупнейших в крае сетевых компаний сегодня встретился губернатор. Венимин Кондратьев остался недоволен отключениями электричества, которые летом прокатились по региону. Больше всего досталось Краснодару. Только в июле здесь произошло 150 отключений. Основная причина – высокие температуры и выросшая нагрузка на сети. Однако для поставщиков электричества оправданием это быть не может. И люди, сегодня жители края, они исправно отчасти, в большей части, я уверен, платят за электричество. И они имеют полное право на возмущение, когда они говорят о том, что если мы платим, то почему перебои, почему электрооборудование летит. Если отключается свет, то жизнь останавливается. И люди абсолютно правы, когда они говорят о том, что в целом недоработка, неважно чья, власти. Понимая ответственность перед людьми, я буду делать все, чтобы сегодня эту проблему убрать, друзья. Или я буду убирать ее вместе, или я буду убирать ее один. Плыть в непонятном направлении, что дальше делать, ну так мне не годится. Для сетевых компаний это четкий сигнал. Необходимо вкладываться в модернизацию собственной инфраструктуры. Сейчас электрические сети в регионе изношены на 65%. Самые крупные игроки на этом рынке – Кубань Энерго и Неск Электросети. Последние в основном и обслуживают жилые дома в 24 районах края. Если вы не вкладываете в собственное развитие, то вы не бизнес, вы эксплуатанты. Ваши компании, сколько вы уже вложили в то, что имеете, в модернизацию или в развитие? 2017 год. Вот в эксплуатацию 89 мегавольтампер – это трансформаторная мощность новая. 402 километра линии электропередачи 10 на 0,4 построена в городах. Но, как показала практика отключений, этого недостаточно. Необходимы новые подстанции. Одна из таких уже появилась в Услабинском районе. Вторую планируют запустить в текущем году в восточной промзоне Краснодара. Энергодефицит влияет не только на простых жителей региона, но и вставляет палки в колеса при развитии экономики. Венимин Кондратьев рассказывает случай жизни, когда Кубанинерго выставила промышленному предприятию счет в непосильные 222 миллиона рублей. Компании удалось найти другого поставщика, который выдал необходимые мощности за сумму в 10 раз дешевле. Но не все подобные истории со счастливым концом. А что нам делать с Кущевкой, с Кущевским районом? С Ельском, с Тюблюком, с другими районами, где на самом деле инвесторы сегодня готовы заходить, они могут. У нас сегодня 17 инвестпроектов просто полетело. Только потому, потому что мы не смогли обеспечить энергомощности. Вот эти инвестиционные проекты на сумму 16 миллиардов рублей. Мы все гадаем, будет у нас возможность подключиться. Они будут многие вещи делать за счет инвестора. И сети обновлять за счет инвестора. И подключение делать за счет инвестора. И вести сети за счет инвестора. Так тоже не коррется. Почему это должен делать кто-то или за счет кого-то? Но сегодня нет у нас бедных сетевых компаний. Коллеги, а если это невыгодный бизнес, не занимайтесь им. Я имею в виду коммерческие сетевые компании. И что ждете, когда у вас полностью уже износ сетей произойдет? Мы этого не допустим. Глава региона поручил создать рабочую группу, возглавит которую первый заместитель губернатора. Комиссия в индивидуальном порядке будет помогать с подключением инвестплощадок к энергосетям. Кроме этого, в следующем году планируют запустить две мощных подстанции в Павловском и Крыловском районах. Что даст дополнительный толчок для развития экономики Кубани. А местным жителям позволит не тратить деньги на покупку свечей. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Алексей Комаров. Денис Маскаленко, Кубань, 24, Краснодар. Курортный сезон в Сочи в самом разгаре. И вся система жизнеобеспечения города должна функционировать без сбоев. А вот сбои в организме сочинцам помогут диагностировать два новых бесплатных медцентра. Все это сегодня обсудили на планерном совещании главы Сочи. Подробнее Елена Всецина. Отдыхающих много – это как раз тот результат, который курорту нужен. Туристы довольны, да и регулярные пробы морской воды только радуют. Они соответствуют всем нормам. Мы были на другом побережье Черного моря. Там грязно. В Сочи – это просто нечто. Море очень чистое. Камни видны. Ну, то есть чисто прозрачное море. Мы в восторге. Вот мы действительно в восторге. Очень чистое море. Теплое. Прекрасно. Все. Мы ходим и наслаждаемся. Мы просто счастливы, что мы сюда попали. В Сочи – лучшее море в России. Но когда все в норме и курорт процветает, не обходится, как говорится, без ложки дегтя. Участились жалобы отдыхающих на то, что в процессе подъезда к городу Сочи посредством электрички или ЖД-транспорта им навязывают услуги экскурсии. И причем очень активно навязывают. Экскурсионная фирма, которая уже взята на карандаш, не только ведет навязчивый бизнес. Их автобусы останавливаются в ожидании туристов там, где захотят. Чаще всего в районе ЖД-вокзала Уцума, хотя по закону они должны парковаться в специально отведенном месте, к примеру, на Северном Малу. В итоге туристы вытаптывают муниципальные газоны. Более того, экскурсионные автобусы становятся в два ряда на Новогинской, препятствуют парковке общественного транспорта. Если фирма не начнет работать как положено, заявили на планерном совещании, то придется исключить ее из туристско-экскурсионного бизнеса. А Сочи тем временем хорошеет на глазах. Все уже подготовлено для того, чтобы начать строительство еще четырех скверов в Лазаревском районе, на Мацесте, в микрорайонах Кассеем и Блинова. Напомню, в прошлом году в Сочи появились три сквера. Фестивальный в районе Фабрициуса, на Бытхе и в микрорайоне Макаренко. Сочинцы такую заботу оценили, а хорошее настроение – залог долголетия. К слову, в нашем городе за последние четыре года смертность снизилась на полтора процента. А рождаемость, напротив, увеличивается. В конце этого года в Сочи по инициативе Анатолия Пахомова планируется открытие сразу двух центров – реабилитационного для детей-инвалидов и диагностического для своевременной диагностики онкологических заболеваний у женщин. Оба центра будут работать в системе ОМС, то есть все услуги для населения в них будут бесплатными. Из основного оборудования будет диагностический маммограф, ультразвуковой аппарат и будет вести прием врач-гинеколог и врач-маммолог. Кроме этого с пациентками будет работать психолог. Предполагается, что в такой центр женщины пойдут гораздо с большей охотой, чем в онкологический диспансер. Активное развитие Латаревского района также в ближайших планах администрации. Сейчас там отрабатываются инвестиционные предложения по развитию территории. Мы обязаны просто-напросто по каждому маленькому поселку приморскому, будь то Дагомыс, будь то Лао, будь то Вардоне, будь то, я не знаю, Головинка, мы должны иметь инвестиционные предложения. Мы должны сами стратегически промыслить, что нужно для того, чтобы круглый год работала эта территория. Понятно это? И чтобы подготовить эти инвестиционные предложения, и используя инвестиционный форум, подтянуть сюда инвесторов. Это, возможно, будут инвесторы местные. Инвестиционный форум в Сочи в этом году пройдет с 14 по 15 февраля. Плотно готовиться к нему власти начнут сразу после окончания активного курортного сезона. Елена Всевсен, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». За последние 10 лет в Сочи построили 8 новых школьных корпусов и 22 детских сада, включая пристройки к уже существующим учреждениям дошкольного образования. Темпы строительства важных социальных объектов на курорте стараются не снижать. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал заместитель директора департамента строительства администрации города Сочи Павел Терехов. В прошлом 2017 году департаментом строительства администрации города Сочи было реализовано 3 крупных инфраструктурных проекта в сфере образования. Мы сдали школу в Верхней Беранде вместе с детским садом. Детский сад большой в ЛАО. К Новому году детям подарили вот такую же первую пилотную пристройку на 400 мест к 100 школе. В настоящий момент ведется, заканчивается уже строительство и мы должны к 1 сентябрю сдать большую школу в Совет Кваджи в поселке. Это была старая аварийная школа, теперь там прекрасное здание огромное вместе с детским садом на 50 мест, которое будет сдано, повторюсь, к 1 сентябрю этого года. Мы на следующий год планируем большую школу начать строить в Эмеретинке, более чем на 1000 мест вместе с детским садом и с плавательным бассейном. С повестки дня также не снимается строительство школы на Мамайке, которую очень долго ждут наши жители. Проект у нас готов, теперь осталось только ее включить в программу, в федеральную или в краевую, для того, чтобы сэкономить бюджетные деньги. Этот объект у нас в титуле этого года, то есть не могу исключить, что в конце года мы начнем, приступим к строительству школы на Мамайке. Также в нашем пакете строительном осуществление строительства нескольких ВОПов. Вот только недавно глава города открывал офис врача-учей практики на Краево-Армянском. Также мы сейчас в селе Измайловка приступили к строительству, вот залили уже фундамент. Я думаю, что мы до конца года обязательно этот ВОП сдадим. Кроме этого ведется реконструкция нескольких крупных объектов. Так вы знаете, что мы недавно в этом году, вот буквально несколько месяцев нажат, открыли после капитального ремонта бассейн на улице Паярка для детей и обеспечили возможность заниматься детям спортом. И продолжаем выпуск. С квадрата на широкий экран. Телекомпания ФКТ перешла на новый формат вещания. С этой недели весь продукт в телекомпании будет выходить в формате 16 на 9. Привычный ранее почти квадратный кадр сменил современный прямоугольник. Формат 16 на 9 более удобен для восприятия. Именно поэтому он долгие годы используется в киноиндустрии. А также намного лучше поддерживается современными телевизорами. Это первый шаг нашей телекомпании в переходе на высококачественное вещание. Служба охраны на Кавказе ФСО проведет 25 июля в среду учебные тренировки в Сочи. Предполагается использование боевой техники. На время проведения тренировки возможно временное перекрытие улиц Инжирная и Политехническая. К другим новостям. Людмиле Брагиной 75 свой юбилей сегодня отмечает прославленная кубанская спортсменка. Брагина стала первой олимпийской чемпионкой из нашего региона. Поздравить выдающуюся легкоатлетку пришел губернатор. Вениамин Кондратьев отметил, что невозможно переоценить вклад кубанской бегуньи в развитие спорта в Краснодарском крае. В мире спорта вы занимаете первое место. Первое место в пьедестале пожизненно. Потому что своим трудом, своим старанием вы заняли этот пьедестал. И я уверен, никогда уже с него не сойдете. Ваша жизненная дистанция до сих пор продолжается. Вы по жизни очень активны, вы передаете свой опыт, навык молодежи. Вы стараетесь, чтобы спорт жил. Очень важно, чтобы сегодня спорт, конечно, в нашем крае был. И мы сегодня максимально стараемся поддержать. И не просто поддержать, а создать новые условия для занятия спортом. Вы сегодня максимально делаете, чтобы легкая атлетика, чтобы в целом спорт в нашем крае развивался. У вас очень много сегодня учеников и очень много последователей. И хочу вам пожелать оставаться их учителем, их лидером. И я уже сказал, тот пьедестал, который вы сегодня занимаете, не уходите. Вы нам очень нужны. Вы нужны и Кубани, и России. В 1972 году Людмила Брагина завоевала золото на Олимпийских играх в Мюнхене. Но ничего особенного в своих достижениях кубанская спортсменка не видит. Главное – никогда не опускать руки. Нужно в жизни ставить цель и добиваться цели. Вот это, видимо, самое главное. Добивайтесь цели. Причем в любом возрасте. Потому что бегать я начала в 21 год. И через год я попала в сборную. Я очень-очень благодарна вам всем. Я знаю, как вы все ко мне относитесь. Я счастлива, что у меня такой сегодня день праздничный. Достижение Брагина на Олимпиаде 1972 года до сих пор не смог никто превзойти. Она трижды установила мировые рекорды в отборочном забеге, в полуфинале и в финале. Коронными дистанциями кубанской спортсменки считались полторы и три тысячи метров. Летние балетные сезоны в Сочи продолжаются. Сегодня на курорте начинаются гастроли Марийского театра оперы и балета имени Эрика Сапаева. Балет Марийского театра известен не только в России, но и за рубежом. У коллектива гастроли по многим странам мира – золотые и серебряные медали на самых престижных международных конкурсах в Сочи, Красноярске, Перми, а также в Вене и Сеуле. Руководить театром уже 19 лет – экс-премьер балета Большого театра, заслуженный артист России Константин Иванов. Надеюсь, что сегодняшний показ, сегодняшний гастроли – это действительно станет зарождением большой дружбы, потому что мы к вам привезли большой репертуар. Единое озеро, Спартак, Золушка, Щелкунчик, Романова Джульетта, Эсмеральда – это колоссальная большая нагрузка, конечно, для коллектива, для трухы. И каждый день спектакля, но я уверен, что в этом марафоне мы справимся, потому что опыт большой. Мы сегодня горды тем, что буквально за последние 10 лет мы приобрели город Сочи, приобрел статус в том числе культурной столицей. Все сегодня именитые музыканты, гордость нашей страны, все хотят зайти со своими проектами на нашу площадку в город Сочи. И, безусловно, проектов таких должно быть много. В Сочи с 24 по 29 июля театр представит шесть балетов. Также в рамках гастролей будет подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве администрации Сочи с Марийским театром по внедрению других культурных проектов в нашем городе. Тараканы и кузнечики на улицах Сочи. Сегодня артисты цирка Дю Салей, который гастролирует на курорте, прогулялись по набережной в Олимпийском парке. Персонажи уже познакомились с жителями Розы Хутор и теперь с гор перебрались на побережье и устроили на набережной мини-карнавал. Редактор субтитров А.Семкин На набережную Олимпийского парка вышла целая колония населения. Сверчки, тараканы, божьи коровки и мухи. Это персонажи нового шоу «Цирка Дю Салей Ова», которое рассказывает об удивительном мире насекомых. Сделать селфи или просто сфотографироваться с артистами самого известного в мире цирка – большая удача, считают организаторы этого необычного променада. Такие уличные прогулки мы совершаем нечасто из-за очень плотного графика выступлений, поэтому увидеть такое можно редко. Солнце светит очень ярко, на улице достаточно жарко и артистам в костюме и гриме тоже очень жарко, но мы получаем огромное удовольствие от общения с нашей публикой. Цирк уже выступил в пяти городах нашей страны. Сочи стал последней точкой в гастрольном графике цирка Дю Салей в России. С Черноморского побережья артисты отправятся в Великобританию, Португалию, Бразилию и Францию. Ну и еще одна оптимистичная новость. Российские пенсионеры стали чаще путешествовать. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Федеральным агентством по туризму. Число проданных пассажирам старше 60 лет авиабилетов в этом году выросло больше, чем в два раза по сравнению с показателями трехлетней давности. Наиболее популярными внутренними направлениями являются Сочи, Симферополь, Минеральные воды, Анапа и Санкт-Петербург. Наиболее высокая доля путешественников пенсионного возраста зафиксирована в Калининградской, Омской и Пермской областях. Количество пенсионеров, путешествующих железнодорожным транспортом, тоже растет. Этому способствует и социальный проект Краснодарского края, в рамках которого санатории с октября по апрель предоставляют скидки до 50%. Ну и на этом наш выпуск завершен. Не остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...